Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня здесь на площадке наблюдательного совета обсудим стратегию агентства на перспективу. Но прежде всего хотел бы сказать, что я уже говорил и хочу ещё раз сказать. Это тот проект, за который мне не просто не стыдно, а когда ознакомлюсь с результатами работы, с тем, что делается и что планируется. Об этом мы поговорим отдельно. Остаётся только порадоваться и пожелать вам успехов на будущее. Это вызывает даже такое приятное чувство гордости за вас. Сначала в этой связи несколько слов об итогах более чем семилетней деятельности ОСИ. Есть очевидные, зримые, понятные результаты. Это улучшение правовой базы и условий для бизнеса. Прежде всего, с этого я бы и начал. Второе – это поддержка свыше 350 конкретных проектов, за которыми рабочие места, передовые продукты, технологии. Вот с некоторыми из них мы сегодня тоже познакомились. Ну и, наконец, это добровольческие, образовательные и социальные инициативы тоже очень интересные, перспективные и очень полезные. Безусловно, агентство выработало уникальный механизм решения задач и, главное, объединило вокруг себя целое сообщество людей, способных генерировать и продвигать позитивные изменения. Среди них и предприниматели, и новаторы, и волонтёры, представители некомической организации и учёные. Вот сейчас я с удовольствием посмотрел некоторые из предлагаемых проектов, которые прямо растут из науки, причём из такой науки, фундаментальные, что бывает очень редко и что особенно, безусловно, радует. Создаётся инфраструктура, что очень важно для их взаимодействия. И это тоже один из проектов, который мы сегодня видели. Активно работает и клуб лидеров. Уже в 19 городах открыты так называемые точки кипения, где на одном пространстве концентрируются лучшие идеи. Объединяются талантливые, энергичные люди. Формируются и запускаются гражданские, деловые проекты, нацеленные на развитие страны в целом. Что также важно, важно отметить, выстроенные взаимодействия с правительством, с региональными администрациями. Это позволяет эффективнее, быстрее поддерживать и продвигать ключевые инициативы. И, конечно, особо отмечу профессионализм коллектива агентств. Вас действительно сплачивает общее стремление добиваться практических результатов на благо наших людей, на благо наших граждан, на благо страны в целом. Так что за это вам спасибо большое. Дорогие друзья, так подробно говорю о преимуществах и о накопленном потенциале, потому что впереди ещё более сложные задачи. Мне бы очень хотелось, чтобы ваша работа, собственно говоря, это было на протяжении предыдущих семи лет, но сейчас это особенно важно становится, чтобы ваша работа была вписана в стратегию развития страны, в то, что мы называем нашими национальными проектами, чтобы это естественным образом вплеталось и помогало реализации тех задач, которые поставлены в этих стратегических направлениях. И в этой связи стратегия агентства должна быть тесно связана со всем, что мы планируем в рамках национальных проектов. Их успех прямо будет зависеть от активного участия настоящих лидеров перемен. И потому агентство и дальше, безусловно, должно работать для таких людей и вместе с такими людьми, которые стремятся к реализации этих масштабных и амбициозных планов. Нужно создавать дополнительные возможности, чтобы эти люди могли реализовывать свои замыслы и проекты. Повторяю ещё раз, хочу к этому вернуться. Сегодня имел удовольствие с некоторыми из них поговорить лично. В этой связи первое направление нашей работы – нужно продолжить практику национальной предпринимательской инициативы и рейтинга инвестиционного климата в регионах Российской Федерации и сформировать постоянно действующий механизм улучшения деловой среды на всём пространстве страны. Мы с вами прекрасно понимаем и отдаём себе в этом отчёт. Одно дело – хорошая идея, одно дело, если она где-то пробивает свои ростки, а другое дело – это реализовать её в масштабах всей страны. Но только в этом случае, если нам удастся это сделать, нас ждёт такой полномасштабный эффект, который нам и нужен. Это в том числе означает, что государства, власти на всех уровнях должны иметь возможность быстро, буквально в режиме онлайн, реагировать на запросы и проблемы предпринимателей. Современные цифровые технологии позволяют это эффективно делать уже сегодня. Второе. Благодаря запуску в России движения WorldSkills, созданию сети кванториумов, вы задали хороший стимул для изменений в дополнительном, а также среднем профессиональном образовании. Это чрезвычайно важное направление нашей работы. Считаю необходимым в рамках национальной и технологической инициативы запустить механизм, позволяющий как можно шире распространять знания и компетенции, которые востребованы не только сегодня, но и в будущем на десятилетия, а, может быть, минимум на пару десятилетий вперёд. Кстати говоря, один из проектов, который мы видели, который я сейчас только упомянул, вот нацелен как раз на такую работу. Это критически важно для развития цифровой экономики, для прорыва в науке и технологиях, так же, как и дальнейшее снятие барьеров для деятельности исследователей, разработчиков передовых технологий. И, конечно, очень важно создать условия для тех, кто эффективно работает по стартапам. Третье. ОСИ сформировала стандарт развития добровольчества, который включён в доклад ООН, как одна из лучших международных практик. Также вы участвовали в подготовке закона о волонтёрской деятельности, поддержали значимые проекты в социальной сфере. И, кстати, многие важные решения мы приняли вместе летом 2017 года в Петрозаводске на встрече с добровольцами и некоммерческими организациями. Необходимо обязательно продолжить эту работу, сформировать эффективную правовую базу палеоативной помощи, организации долговременного ухода за тяжелобольными людьми, за пожилыми людьми, расширять возможности для деятельности негосударственных организаций в сфере дошкольного, дополнительного образования и детского отдыха. Четвёртое. Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, сохранения исторического наследия, организации общественных пространств, досуга, спорта и туризма. Словом, готовы участвовать в решении важнейших национальных задач в создании комфортной современной среды для жизни в городах и населённых пунктах. Как вы знаете, это тоже одно из важнейших направлений нашей работы на ближайшее время в рамках национальных инициатив. И подчеркну, по всем направлениям, о которых сегодня мы говорим, нужно обобщать и активно распространять лучшие практики и подходы. Они у нас есть, их нужно только тиражировать, причём делать это настойчиво, внедрять их реально в жизнь. Для этого и дальше также конструктивно, содержательно воздействовать на то, что происходит в регионах. Для этого, конечно, ещё раз это повторю, взаимодействовать нужно с управленческими командами в субъектах Российской Федерации. От вашей слаженной работы во многом будет зависеть общий успех.